Всем добра! С вами Добрый Данил и вот очередной выпуск ТОПа. Давайте посмотрим, что произошло в нашем любимом Ярославском регионе за прошедшую неделю. Поехали! Стало известно, как преобразится Катарстная набережная в городе Ярославле. Дело в том, что в парке Тысячелетия Победы при строительстве колеса обозрения уже возникло много негодования и вопросов. А теперь этих вопросов может стать еще больше. Дело в том, что Ташир будет продолжать аннексию территории и построит несколько 8 и 10-этажных домов на более чем 2300 жителей. Облагородит территорию, поставит велодорожки, целую аллею с хот-догами, вейк-парк, пирсы, оборудует пляжи и сделает парковые пространства. И все бы на самом деле хорошо, если бы не одно «но». Там есть два дома, которые стоят уже достаточно продолжительное количество времени, но так и не согласованы. Второе «но» это то, что не хватает в том районе садиков и школ, а те, что есть рядом, уже переполнены. Поэтому в проекте будет еще и социальная ответственность застройщика по облагораживанию устройства социальных учреждений, которые будут помогать людям. Если все сбудется, как написано на данный момент в проекте, то я, конечно же, за. Но так уж вышло, что нам ярославцам очень часто обещают золотые горы, а по факту получается не всегда так. Я очень буду негативно воспринимать ситуацию, если просто появятся многоэтажные коробки, их по Шурику продадут, а парки, зеленые насаждения и социальная сфера окажутся на городских властях. Так делать не надо. Кстати, проект сейчас проходит общественное обсуждение. И до 18 марта каждый ярославец может высказать свои пожелания и обсудить этот проект для того, чтобы, когда его уже будут утверждать, учитывались пожелания людей. На этой неделе снова обсуждалась тема школьного питания. Из-за того, что были отменены льготы на завтраки, утверждено было новое меню, а также жалоб самих школьников на это школьное питание. Хороший борщ с капусткой, но не красный. Вообще он меня бесит. Казалось бы, это крохи, но вы знаете, что для жителей даже маленькие крошки являются очень ценной составляющей. Поэтому в четверг прошла пресс-конференция вместе с представителями образования Роспотребнадзора и Института отраслевого питания, на которой и просили уточнить, почему на данный момент стоимость завтрака приравнена к стоимости обеда. Но объяснить, как формируется цена, представителям на пресс-конференции, видимо, не удалось. Остается загадкой, почему завтрак стоит 50 рублей, а не 52 или не 55. Но с изменением цены логичнее предположить, что кормить должны вкуснее. После отмены льгот многие школьники вообще перестали питаться в школьных столовых. И, как показывают наблюдения, всего лишь 18% родителей дошли за всеми льготными справками и действительно остались со школьными завтраками. Также ярославские родители сами могут прийти и посмотреть, попробовать, чем кормят их детей. Для этого открыта онлайн-регистрация. Но, вы знаете, многие родители думают, и я с этим солидарен, что попахивает какой-то показухой. И, возможно, родители будут кормить действительно достойно, нежели чем школьников. Бунт ярославских студентов. Дело в том, что совсем недавно городские власти подняли стоимость проездных на транспорт для студентов. И ладно, если бы на несколько рублей. А дело идет о сотнях рублей. Но напомню, что средняя стипендия у ярославских студентов это 2000 рублей. А изменение цены было с 400 до 550 рублей. Между прочим, эти 150 рублей это 10 роллтонов, либо 3 килограмма гречки, на которую, между прочим, некоторые студенты могут прожить почти что полнедели. Ну, некоторые и неделю, конечно же. И, казалось бы, для нас, рабочих, что это такое? Чашка кофе. Но когда денег и так не хватает, а повышение более чем на 30%, это вызывает бурю эмоций. Так, председатель муниципалитета Артур Ефремов встретился с представителями студентов и объяснил, как образуется цена, почему эта цена повышается и что же вообще происходит. Но представители студенчества остались недовольны сложившейся ситуацией, и поэтому объясняться перед ними уже будет наш мэр Волков, который обещает рассказать, сгладить все углы. Ну, а студенты доведут свою точку зрения и постараются найти вариант решения этой проблемы, чтобы всем было комфортно и хорошо. Лично я здесь однозначно на стороне студентов, потому что повышение цены не даст такого большого и ощутимого пополнения бюджета, как если бы отменили, ну, скажем, какой-нибудь корпоративчик или не позвали какую-нибудь звездочку, почему должны страдать люди. А у нас тут снова спор с землей. Дело в том, что на живописном Брагинском берегу, а рядом с Павловской рощей, с видом на Толгу, в охраняемом, по мнению жителей, зоне, начали строить многоэтажки. И ладно бы одну многоэтажку, планируется целых шесть. До этого все считали, что это зона охраняемой и начали выходить на демонстрации, на митинги, чтобы остановить спецтехнику, которая работает в парке. Но выходит, что земля принадлежит предпринимателям и власть ничего против застройки не имеет. Как земля из охраняемой или буферной зоны превратилась в нормальную, хорошую землю для застройки, это предстоит выяснить. На данный момент эта земля действительно принадлежит частным лицам, но она предназначена для ведения сельскохозяйственной деятельности, либо для сельхозугодий. Но Роман Галагаев считает, что здесь должен быть город-сад, либо город в парке, как выходит по факту. Стоимость на это жилье будет, на мой взгляд, как в центре, так как очень хороший район с точки зрения экологии и живописности. Поэтому деньги решает все. Парки, устоявшиеся исторические территории, все это меркнет перед силой бабла. Итак, шесть домов, которые мы, скорее всего, не сможем отстоять, но будем пытаться и будем доносить информацию, вышестоящие органы о том, что странно, что такое может происходить. Обожаю исторические максимумы, и в этом Ярославль нас всегда радует. За последние пять лет мы смогли достичь очередного исторического максимума. На этот раз мы должны Газпрому больше всего денег. 2,9 миллиарда рублей. В 2018 году долг был 2,6 миллиарда рублей, и правительство совместно с представителями Газпрома подписали соглашение о том, что долг будет реструктуризирован, и мы будем оплачивать только текущее потребление, но пока не платить больше. Но даже и с этой задачей не справились. Поэтому 300 миллионов накопились сверх всех договоренностей. Что очень странно. Куда же уходят наши деньги? Ведь все-таки мы-то за газ платим. Вообще шутки с Газпромом оканчиваются всегда плохо. Закрывается социальное финансирование, спортивное финансирование, и вообще регион на самом деле недополучает множество ништяков и плюшек. Надеюсь, что новые обязательства, к которым придут наши власти с Газпромом, смогут оставить Ярославль на плаву по развитию Газпромом социальных инициатив и спорта. К сожалению, в 2017 году правительство пообещало погасить все долги. За 5 лет прошло уже 3, долг только растет. А также пострадать могут обычные жители. Но основными должниками являются государственные и муниципальные предприятия, например, генерирующие компании, которые не отдают денежные средства куда положено. А видимо, как-то их крутят и аккумулируют и используют вообще на свои нужды. Если честно, мне становится немножко страшно. Потому что я газозависимый человек. Если у меня в доме отключат газ, я окончу жизнь в холодной и не очень приятной обстановке. Ну вот так у нас прошла неделя в Ярославле и Ярославском регионе. А вы ставьте лайки, пишите свои пожелания, делитесь этой записью. Напоминаю, что все новости можно присылать ко мне, а либо писать в комментариях. Все читаю, все смотрю. С вами был добрый Данил. Всем добра! Субтитры подогнал «Симон»!